Приветствую вас дорогие друзья! В этом видео у нас речь пройдет про игру Атлас и ПВП, массовое ПВП в этой игре, но перед этим немножечко предисловия. Создавая Атлас, разработчики вдохновлялись игрой EVE Online. Кто не знает, это космическая онлайн игра, в которой могут проходить битвы, где участвуют десятки тысяч космических кораблей. Согласитесь, неплохо, да? Правда в таких больших битвах время, конечно же, как бы немного замедляется. И если в обычной битве космический корабль делал выстрел, скажем, один раз в минуту, то в этой битве, в огромной битве, может делать выстрел там один раз в несколько часов. Но это и не мудрено, ведь десятки тысяч космических кораблей присутствуют в одной локации, и, конечно, это не может не приводить к лагам, которые и незамедлительно приходят. И вот вдохновленные такими космическими баталиями, разработчики игры Атлас решили перенести это все на море, где будут сражаться между собой боевые корабли. Ну и, соответственно, заниматься пирасом, атаковать острова и так далее и тому подобное. Они создали карту, которая должна, по их словам, вмещать порядка 40 тысяч игроков одновременно. И карта, конечно же, состоит не из одного сервера, а из множества серверов, точное количество которых 225. Как оказалось впоследствии, для комфортной игры на одном сервере должно быть не более 150 игроков. При этом, как только становится более 150 игроков, у вас прям по центру экрана выскакивает сообщение, и оно не пропадает, пока количество игроков не уменьшится. И это, на самом деле, очень печально, потому что в большом количестве секторов на данном этапе игры уже более 150 человек частенько наблюдается, и поэтому эта надпись порядком поднадоедает. А стоит сказать, что в самом начале был такой большой наплыв игроков, что сервера просто-напросто не выдерживали, и они ложились. И на первом этапе даже, если было там чуть более 100 человек на одном сервере, то были действительно большие лаги, но стоит отдать должное разработчикам. Работают они не покладая рук, выпускают обновления по несколько раз в день. Ситуация, конечно же, улучшается, но до какой-то стабильности еще очень и очень далеко. Ошибок в игре очень и очень много. Но давайте вернемся к количеству серверов в игре и игроков в этих серверах. Итак, у нас получается 225 серверов по 150 игроков на каждом. Ну, может быть, скажем сразу, что может быть и больше игроков на сервере, но для комфортной игры должно быть менее 150, да? И если мы перемножим эти цифры, то получим, что в игре может присутствовать 33 750 человек, то есть уже не 40 тысяч. Но, но ведь 40 тысяч все-таки могут присутствовать в этой игре. Правда, конечно же, игра будет лагать полностью и окончательно, потому как на сервере может находиться до 200 человек. Если 200, то вас просто-напросто туда не пустят, на этот сервер. Если мы перемножим 200 на 225, то получим 45 тысяч. Вот такое вот количество игроков, аж целых 45 тысяч может одновременно присутствовать в игре, но играть однозначно будет невозможно. Так вот, к чему я вообще завел весь этот разговор про количество серверов, количество игроков, максимум, не максимум? А все дело в том, что ПВП, большое ПВП, на которое рассчитывали господа разработчики этой игры, ну невозможно, нормально невозможно в ней. К моему глубочайшему сожалению. Почему, спросите вы у меня, и я сейчас вам отвечу на этот вопрос. Дело в том, что я состою в Альянсе, в клане, русичи, это достаточно крупное сообщество. И в один прекрасный вечер было принято решение, а не замутить ли нам ПВП, на хорошее такое ПВП. И было для этого дела выделено 5 бригантин, команда, конечно же, на это бригантина. И мы поплыли на вражеский остров, на другой клан, с которым частенько у нас были какие-то стычки. Единственный момент, я в самом начале не присутствовал, к сожалению. Я уже подключился, когда битва была в самом разгаре. В разгаре, да, я просто-напросто убился и воскресился на корабле. Соответственно, и что же я увидел? На сервере было порядка 170 с небольшим игроков. Меня туда запустило, то есть получилось попасть на этот сервер. И я увидел пошаговую стратегию. Не-не-не, даже не так. Не совсем пошаговую стратегию. Если вы играли в пошаговую стратегию, то она может вам показаться даже РТС-стратегией. По сравнению с тем, что там происходило. То есть корабли двигались рывками какими-то. Что-то баговалось постоянно. Пушки там перезаряжались с какой-то замедленностью, с какими-то там подвисаниями. То есть, ну, нормально это не назовешь. А у нас было всего-навсего 5 кораблей. Ну, я не могу сказать точно, какое количество игроков было на каждом из кораблей. Там у нас, например, на корабле было четверо. На другом корабле, может быть, было там, я не знаю, там, может, 10 человек даже было. Я вот серьезно не могу сказать, но пускай нас там даже приплыло 50 человек. Хотя я думаю, что вряд ли там такое количество было игроков. Но, видите, если сервер насчитывает более, скажем так, чуть более 100 человек, то плыть туда какими-то крупными силами не имеет уже смысла, потому что будут какие-то баги-лаги. И нормально пофаниться вам не удастся. Я уже молчу, на самом деле, про оборону, потому что обороняться с багами намного сложнее, чем атаковать. Ну, и это еще не все. Дальше будет больше. Сейчас расскажу про итоги ПВП. На самом деле, оно более или менее удалось. Порядка 5 кораблей, я знаю, точно мы потопили. Какая-то часть кораблей уходила в море уже там разбитые. Может быть, они там затонули, может, отремонтировались. На самом деле, я не знаю. Нам удалось сохранить все 5 своих кораблей в целости и сохранности. Да, какие-то были повреждены, конечно же, не без этого. Но, тем не менее, ПВП удалось. И тут нам приходит сообщение о том, что атакует наш родной остров. Ну, а тут, как вы понимаете, что основная масса игроков, которые были онлайн, находились в рейде. И, соответственно, на острове там были какие-то, может быть, одиночки, которые больше занимались добычей ресурсов. И о грамотной обороне речи быть не может. НПС, которые там стоят за пушками, тоже, как вы сами понимаете, что грамотного и хорошего отпора они не дадут, если вас будут атаковать какие-то действительно хорошие, мощные силы. А это были действительно хорошие и мощные силы. Естественно, мы поспешили домой. Но столкнулись с очередной проблемой серверов. Дело в том, что получилось двум кораблям первым, которые шли первые, пройти в наш сектор. Остальным не получилось. А причина — перенаселение нашего сервера. Как только на сервере становится 200 человек, туда уже не пускают никого. Туда просто. Если после 150 туда еще можно зайти, но вы будете просто видеть какие-то это большие лаги, баги, да, рывками все будет действовать, то когда у вас там будет на сервере 200 человек, все. Баста-карапузики, вас туда просто не пустят. А происходит следующее. Ваш корабль попадает в этот сервер, а вас просто-напросто выбрасывает. И получается, ваш корабль просто дрейфует на окраине вашего сервера. И приходите и берите голыми руками. Под это дело даже можно разработать тактику. Если у вас какой-то крупный альянс, вы просто собираетесь большими силами, заплываете на территорию соперника, 200 человек насобирали, стали по периметру кораблями, и заплывающие корабли просто-напросто берете голыми руками, потому что команды там как таковой уже не будет. Ну и почему же, кстати, на самом деле, защищаться сложнее, чем атаковать? Во время лагов, конечно же. Дело в том, что когда вы атакуете, у вас есть какая-то определенная четкая цель. Вы отдали команду, например, вот у вас 5 кораблей, вы отдали этим 5 кораблям команду, мы атакуем вот эту вот цель, одну. Да, и все ее будут атаковать. Дело в том, что когда защищаются игроки, то им еще надо успеть забежать на эти корабли. Им надо еще успеть как-то выйти, как-то организоваться. То есть, если атака тем более была неожиданно для них, это сделать на самом деле намного-намного сложнее. Дальше. Есть еще один момент. Допустим, вы высаживаете на вражеский корабль десант. Во время лагов вы понимаете, что в игрока очень сложно попасть. Я уже молчу там про какие-то пистолеты, ружья, луки, да. Даже в ближнем бою каким-то мечом, саблей попасть очень сложно. А что остается делать тому, кто атакует, кто на вражеском корабле? Он берет просто лук, берет просто зажигательные стрелы и стреляет куда попало. Палит паруса, палит корабль. То есть, намного проще атакующему, даже если он умрет, он резнется опять у себя на корабле на своем и опять пойдет в атаку. Возьмет оборудование и опять пойдет в атаку. То есть, это происходит все как-то намного проще. А вот защищающимся надо еще успеть организовать оборону. Ну, в общем, атаковать значительно проще при этих лагах. Итак, что же у нас получается? Казалось бы, большая карта, большие водные просторы, большое количество островов, но, тем не менее, места катастрофически не хватает. Это связано с тем, что на серверах слишком малое количество человек помещается. Ну, 150 человек, но это очень и очень мало. Ни о каких больших крупных сражениях и речи быть не может, потому что не выдерживает просто сервер этого. И если кто-то мечтал поучаствовать в больших масштабных морских сражениях, то я их разочарую. Их нет. Их и быть, в принципе, сейчас на данном этапе игры не может, просто потому что сервера не выдерживают. Остается надеяться, что разработчики все-таки решат эту проблему и увеличат количество человек, которые могут находиться на одном сервере. Ну и, соответственно, добавят чего-то новенького. Потому что, по сути дела, казалось бы, большая карта, но на самом деле и плыть-то больше некуда. Потому что вы обязательно столкнетесь с противником, обязательно будете воевать, обязательно возникнут лаги, и обязательно к каждому из... к каждой из сторон будут приплывать подкрепления, и, соответственно, сервер в итоге ляжет. Ну что же, остается ждать и надеяться, что разработчики все-таки знают, что они делают и со временем все это дело поправят. На этом я заканчиваю. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok